Пахлавон Сотрудники паучьей норы считают, что паук такой же мягкий, как кот, но с этим можно поспорить. Впрочем, точно не противный. Чтобы понять страх, его необходимо разобрать. Да, пауки кусаются, но это не смертельно. Да, есть очень опасные разновидности, но ВОЗ их в Россию запрещен. Пауки издают звуки, но они не страшные. Тяжелой судьбе пауков-самцов можно даже посочувствовать. Они почти никогда не умирают от старости. Велик шанс, что паучиха съест паука еще до свадьбы. Если же чудом обошлось, то после свадьбы точно. Это не мертвый паук, это линька. Пауки проходят сложный процесс линьки. Вот, допустим, паук, он полностью скидывает то, что у него сейчас снаружи. Он, получается, делает коврик и ложится на спину. Если у вас дома есть паук, и он лежит на спине, и не знаете, что такое линька, пожалуйста, не выкидывайте паука, что он мертвый уже. Нет, на спине они не умирают. Линьку переживают не все пауки. И если самка живет 25 лет, то самец при самых удачных обстоятельствах только 7. Пауки никогда не нападают стаями, они почти всегда одиночки. Да, и в целом, паук проявляет агрессию, пытаясь защититься. И ему точно страшнее, чем человеку. Наталья Славова, Иван Славов, Рим, Ямала, Санкт-Петербург.